Я была настолько восхищена видеть, что Вы последовательно излагаете и учения, и движетесь в снаряжении народа Божьего в тех особенностях, которые Отец предназначил для нас. Мы очень часто говорим о небесных сокровищах, о будущей жизни, грядущей жизни, но Откровение последних дней говорит нам, что всё это Отец предназначил для нашей жизни и явления Его Царства уже сейчас. В самом начале эфира я хотела Вас попросить сформулировать Вашу позицию и задачу Церкви через то видение грядущих лет, которые ожидают всех нас. Среди вопросов, которые приходили перед эфиром, люди оставляли запросы, заявки. И был конкретный вопрос, на самом деле, к Вам. Сформулируйте, пожалуйста, Ваше видение того, что будет с нами происходить в течение ближайших 20 лет. Ну, как бы отталкиваясь, скажем, от этого пожелания, просто я хотела переадресовать этот вопрос Вам. Друзья, ну, добрый день. Конечно, но я точно не буду до срока книг никаких говорить, потому что я не знаю дат, не знаю конкретных каких-то цифр. Единственное, то, что я знаю, это то, что время будет контрастное. И за то, что будет слишком много контрастов. То есть, с одной стороны, мы будем видеть, как то, что в книге Откровения написано, исполняется. То, что Иисус предупредил учеников в последнее время. Мы увидим, это исполняется. И, с одной стороны, плохие вещи. И, с другой стороны, это будет исполнение всех тех многих пророчеств, о которых еще даже Божьи генералы говорили. Что в последнее время будет это могущественное движение Духа Святого, которое вообще будет отличаться от всего того, что было ранее. И я верю, что мы это время не можем как-то, знаете, сейчас какую-то рамочку понести и сказать. Мы знаем, как это будет. Почему? Потому что всякое новое пробуждение, которое было в истории, оно и было интересно и вызывающее тем, что это было что-то новое. И его не могли распознать, не могли его сравнить с тем, что было раньше. И потому преследовали. А когда уже время проходило, потом признавали. Но это было пробуждение. Так было со всеми реформациями. Начиная от Лютера, Кальвина и Уэсли и так далее, и так далее. Везде в книгах по истории. Вначале было написано, что все это было какое-то там, знаете, что-то неправильное. Но потом начали риторику менять историки и говорить, что это таки было пробуждение. Вот так само и будет в последние дни. Сейчас нет модели, честно говоря, того, что будет происходить. Но мы можем немножко догадываться. Так как мы являемся друзьями Иисуса, Он друзьям открывает какие-то секреты. И Он открывает что-то о будущем. И то, что мы можем в собирательный образ увидеть, какая должна быть церковь и какая миссия церкви в последнее время. Это то, что так как появится огромная нужда в том, чтобы люди могли выжить в последние времена. Потому что мы читали книги Откровения, что там будет. И с водой будут проблемы, и с почвой, и с пищей будет почва. И болезни, и эпидемии, и катаклизмы будут по всем местам Земли. Также мы читаем, будут всякие невероятные знамения в небе. Мы читаем, что даже дикие звери, даже смерть будет от диких зверей. Если помнить один из всадников, то после него то, что произошло, была кибель людей даже от диких зверей. И, знаете, это всё грядёт, и кроме церкви никто не даст ответ. Потому что, когда вот такой хаос в мире происходит, когда с неба будет падать град в виде булыжников ледяных, то кроме сверхъестественной церкви, которая может помолиться и запретить этому, которая может помолиться, и эти язвы сойдут с людей, которая может прийти и принести Бога чудес людям, а не Бога Голливуда. Сегодня есть Бог Голливуда. То есть Бог вылащенный, Иисус такой, знаете, обрамлённый в какой-то образ, который люди сегодня видели через фильмы. И в основном большинство людей, они сейчас, я сейчас говорю из-за неверующих, за верующих, в основном они все в ожидании просто вот больших бедствий, и быстрее уже всё закончилось, придёт конец, и всё. Но я верю. И мне было показано то, что церковь будет в удивительных чудесах действовать. И дело сейчас не в чудесах. Пожалуйста, никто не интерпретируйте меня потом неправильно. Потому что вот нас, к сожалению, берут, вырывают с контекста наши слова и говорят, да, они там только о чудесах говорят. Нет, нет. Мы просто в контексте сейчас размышляем. Так вот, мне было показано, что люди будут входить, мы верующие, будут входить в больницы, будут подходить к людям на улицах, будут входить в дома, будут входить в разные места. И просто дотрагиваться и говорить, Иисус исцелил тебя. Это будут короткие молитвы. Это не будет какое-то там, знаете, долгое парение. Это не будут какие-то, знаете, стенания. Это не будут вообще какие-то даже упрашивания, разговоры. Это будет просто такая манифестация проявленного Царства Божьего. И люди, я видел, моментально поднимаются, моментально, то есть, значит, появляются глаза, начинают двигаться какие-то конечности. Люди встают, от них отсоединяют приборы разные. И я увидел это будущее. И вот на вопрос, который я отвечаю, что я как Божий человек чувствую свое сейчас, знаете, как свою миссию, это приготовить Церковь к этому времени. И как я могу к этому приготовить, если это будет сверхъестественное действие? А вот как. Мы не можем этому уже научить наперед. Типа, войдите, ничего не делайте, и оно все произойдет. Но мы можем готовить Церковь быть в вере, не отрекаться от чудес, не клеймить сегодня это служение. Потому что сегодня, знаете, такой маленький ручеек, который сегодня течет, и он такой звенит. Серхъестественное, сверхъестественное. Есть такая бурная река, которая шумит. Страх, страх, страх. И очень часто из этого шума, этой бурной реки, мы не слышим этого ручейка. Так что моя функция – это снаряжать тело Христа, а не формировать. Моя функция – раскрывать людям сверхъестественное. Потому что я, знаете, для себя, это не для людей, для себя как согласился хранить это сверхъестественное еще с 90-х годов. Потому что я, знаете, когда пришел к Иисусу, я был неверующим человеком, как все. И я был самодостаточный, гордый человек. У меня были деньги, я работал на престижной работе. И у меня все было, но у меня не было здоровья. У меня не было благополучия в семье. У меня все было, а вот не было этого. Я не мог это купить за деньги. Я не мог это приобрести своими связями. И когда я лежал в больнице, и мне сказали, тебе надо оперировать завтра. Когда я был неверующим, у меня была проблема, у меня была язва, кровотечение. У меня должны были оперировать. И я лежал, я говорил, Господи, ну если ты есть, ну что-то сделай со мной. Ну я не знаю в тебя, верю, не верю, ну помоги мне как-то. Знаете, на следующий день врачи пришли, меня проверили, сказали, не надо операцию делать. Все, все ушло. Я тогда, знаете, для себя, вот впервые открыл Бога. Открыл Иисуса. И вот, кто это помог? И вот будет время, поверьте, когда врачи со своими технологиями не смогут помочь людям. Они и сейчас не смогут остановить вот этот вирус. Не могут многие вещи. А мы можем. Мы можем, потому что Иисус у нас. И мы не будем стесняться этого, что у нас есть ответ. Мы не будем забиваться в угол и говорить, ой, мы будем молчать об этом, потому что религиозные люди будут критиковать нас. Нет, мы будем идти и будем говорить. Церковь, она должна быть сверхъестественной. Не соглашайтесь на вариант Б. Не соглашайтесь на предложение религии. Знаете, что делает религия? Сегодня, если я хочу иметь связь и войти в состав каких-то структур религиозных, мне поставят условия. Отрекись от чудес. Отрекись от того, что у вас происходит. Отрекись и признай это заблуждением. У меня нет другого выбора. Или мне отречься от всего и стать частью какого-то клана духовного. Обойти какое-то, знаете, объединение, где мне примут и скажут, что ты наш. Или отречься от этого. Или по-другому не получится. Нельзя просто договориться с религией. Так что заканчиваю вот на чем. Церковь ракистейственного, как и я ее вижу, она не только была такой книг и деяний, она утратила это за время Средневековья. И немножко она восстановилась в 90-х, когда было харизматическое излияние. И потом где-то опять она, знаете, ну как-то чуть-чуть сдала обороты. И вот я думаю, мы с вами будем постоянно хоронить людей, если мы не восстановим сверхъестественное. Постоянно будем хоронить пасторов, хоронить пророков, апостолов, епископов, если мы не восстановим сверхъестественное служение в церкви. Потому что церкви, которые богаты тем, что у них живая вера, эти церкви, пастры этих церквей меньше всего болеют. Люди в этих церквях меньше всего их атак. Потому что они научились это решать при помощи Бога, а не при помощи консультирования, при помощи нотации. Я не против этих служений. Я хочу сказать, что если есть что-то больше, лучше попробовать и лучше достигнуть больше. Я монологом так долго говорил. На самом деле я извиняюсь. Немножко все-таки сигнал не очень хороший. Вот я, во всяком случае, вижу визуально. Я не знаю, сейчас думаю, может быть, или попробовать еще раз переключить интернет. Но звук я вас слышу, хотя немножко есть задержка. Поэтому ваше послание, оно прекрасно. И я еще раз хочу озвучить, друзья, то, что мы с вами есть часть-часть церкви. Мы, конечно, далеко не вся церковь. И слава Богу, что у отца есть те, с кем он находится в общении. Но я верю, что мы не зря и на этом эфире, и кто-то будет смотреть его в записи и так далее. Мы те, кого не устраивает реальность сегодняшнего дня. То, что у нас есть на сегодняшний день, то, что мы можем предложить на самом деле на этот день. Я на самом деле еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы пребывали. Вы пребывали и в вере, и в практике. И, знаете, если смотреть объективно, насколько наши времена сейчас сложные, они реально сложные. Я даже вчера, вот мы разговаривали, три поколения, да, мой сын, как бы вот родители, я, дедушки, бабушки. И мы понимаем, что технологии вторгаются в тело человека, например. То есть кибербиопротезирование, когда уже встраивают конечности, которые регулируются мозгом, когда имплантируется сердце, другие внутренние органы, когда стремятся, ну, там, соединить полно роликов, когда уже стремятся снимать информацию с мозга, пока ещё не могут внедрять напрямую в мозг информацию. Но для людей это является огромным соблазном, не учаясь, не прилагая каких-то усилий, вдруг получить доступ к оплённой информации. И я хочу сказать, что отчасти эти времена предвидели писатели-фантасты, такие как Айзек Азимов. Я помню, у меня просто очень впечатлил один рассказ. Сейчас я не помню, как он называется. Ну, там в детей записывались учебные курсы, и они рассылались дальше на разные планеты, в разные сферы. И одного мальчика, который сам выучил какие-то предметы, начали преследовать. Его очень-очень долго преследовали, он там бегал. В итоге его поймали, он думает, всё, сейчас будут как-то его мучить. А выяснилось, что даже беготня за ним, вот эта погоня, это была частью тренинга. То есть, оказывается, они вычислили, что он тот, кто будет писать эти учебники, кто будет находиться вне системы, и кто будет задавать ту матрицу, по которой будут учиться и жить другие люди. Я верю, что вот эти эфиры, вот этот вызов времени, те, кто его осознают, те, кто его принимают, его принимают люди, которых Бог предназначил создавать матрицу пути для населения. Вы, Дмитрий, уже идёте в этом пути. И хотелось бы обозначить тот ответ. Я, знаете, вот в нескольких словах хочу просто напомнить, что часть духовного снаряжения, часть духовного видения, того, что нам дал Отец, нам открывается через, ну, скажем, обычную, можно сказать, естественную, сверхъестественную практику. Правда? Вот пророческое служение, оно является, ну, на мой взгляд, как раз такими глазами, отчасти устами тела Христова. Но апостол Павел молится о том, чтобы все пророчествовали, потому что мы тайны открываем Духом, тайны в любви Христа. И здесь нам в помощь, в первую очередь, Слово Божие и Дух Святой. Второе — это уже начинают раскрываться наши дары. Люди начинают слышать голос Духа Святого и тихо, и явно, и распознавать ваши проповеди. В общем, многие проповеди учат, как распознавать и слышать голос Духа Святого. есть понимание, что сны и видения — это следующий шаг в том духовном снаряжении, в том духовном оснащении, которое Небесный Отец приготовил для своих детей, для Церкви. Следующий шаг — взаимодействие с Ангелами или понимание, как правильно взаимодействовать с Духовным миром. Может быть, не каждый ярко одарён видеть именно или слышать, но нам нужно понимать, как это происходит для того, чтобы мы были именно снаряжены, чтобы мы были усилены и не терялись в том, как нам действовать и что собой представляют наши обстоятельства. Я восхищаюсь, и меня невероятно восторгает момент с самого тёмного дня в жизни Иисуса Христа. Точнее, это была ночь, когда Он сказал, что «Я иду отдать мою жизнь, и никто не забирает её у меня. Я не жертва обстоятельств, я не жертва чьих-то решений. Я выбираю сам это делать». И это настолько осознанное решение. В этот же самый момент Ему доступны все силы Вселенной, Ему доступны бесконечное количество ангелов и легионы небесных сил, чтобы перевернуть тут просто всё, камень на камень не оставить. Действительно, как когда-то Бог даже предлагал Моисею, мы можем вот в одно мгновение как бы истребить этот народ, и от тебя, Моисей, я могу произвести новый народ. Всё можно сделать, всё можно переписать. Иисус говорит, «Я вхожу, чтобы обновить этот мир, я сам его отдаю, и я осознаю всю невероятную духовную мощь». Вот это содружество с Духом Святым, с Отцом, и понимание сил Вселенной в этом пути предназначения, друзья, я верю, что это путь детей Божьих, нас с вами, и вы, Дмитрий, учите, как распознавать, как учиться. Можете ли вы перечислить ещё следующие, скажем, шаги, или следующие способности, возможности, которые вам видятся, отец будет открывать и оснащать своих детей? Да, это очень интересная тема. Я о ней не говорю часто, и даже скажу наоборот, я стараюсь где-то умалчать, потому что тело Христа не готово ещё, и воспринимает это, как что-то не от Бога, и начинает противиться этому. Не хочется быть противником всегда для людей. Но то, что Господь говорит к нам, к людям, которые продолжают и продолжают углубляться в Царство, углубляться в отношения с Ним и практикуют то, что Иисус говорит делать. Смотрите, это не новое, то, что я скажу, но мы не задумывались, что за этим следует. Не новое откровение о новом творении, про это игра слов, да? Это не новое какое-то учение. Ещё Джон Лейк, он имел это откровение, и это помогало ему как раз в то время, когда мы читали, когда они помогали убирать трупы, где была губонная чума, и то, что они брали голыми руками, без защитных костюмов, и никто из них не умер, даже не заболел ничем. Это как раз было то время, когда он был на пике этого откровения о новом творении. И он его сам услышал, другого человека, вот, неважно это, сам смысл, что как раз это, вот, это откровение, оно, я думаю, с него только, хочу как бы, проиллюстрировать. Я думаю, что люди всего лишь только услышали об этом откровении, но не имеют ещё его. Потому что это очень глубокое откровение. Но в чём его суть? В том, что человек до того, как упал в грех, он имел сверхспособности. Особенность, сверхспособность человеческого тела. Вот смотрите, мы с вами потомки Адама до сих пор, я имею в виду, в физическом теле. Не было же пересоперено другое тело. То есть у нас такое же тело, которое было у Адама. Держите, это очень важная мысль. То есть мы продолжаем это. Он мог жить миллионы и миллиарды лет в своём теле. То есть это то же тело, которое у вас сейчас. Это то же тело. Просто когда произошёл грех, произошла определённая блокировка. и то после греха люди жили ещё до тысячи лет. Мы помним. Даже спустя этот трагический момент в истории тело было способно тысячу лет обновляться. Держите это. У вас тоже тело до сих пор. У вас тоже тело. И потом уже позже, когда люди вообще начали грешить, бесконечно. Бог говорит, так, 120 лет, всё, иначе люди не становятся. Это было, и опять же, это ограничение было на кого помещено. Это слово на кого было высвобождено. На это грешное поколение, которое было в то время. Теперь крест Иисус освобождает нас от проклятия Адама, от греха Адама, от власти смерти. Мы уже новый род, мы уже новое творение, мы новое священство, новое царство. Наше начало уже идёт от Иисуса. И те, слава Бога, об этих ограничениях, они были для них, для тех людей, но не для нас. Понимаете? И когда начинаешь об этом думать, что на самом деле нам снова доступны сверхспособности наших тел. И я знаю, здесь у кого-то начинается уже беспокойство, кто-то начинает уже вжиматься в сторону, думать, о чём ты говоришь? Зачем нам это нужно вообще? Я вам скажу, что это не нужно для какого-то баловства. Это сверхспособность нашего тела в первую очередь это сверхспособность Адама может жить миллионы лет в таком же теле, как у нас. у него такая же кожа была, вы слышите? Такие же мышцы, кости, та же пищеварительная система. Он кушал продукты, как и мы с вами кушаем. То есть, первое, зачем нам нужна эта сверхспособность? Это элементарное, чтобы не болеть, чтобы самовосстанавливаться, чтобы вы вставали утром и за ночь с вас выходила вся радиация, все вирусы, всё, вы вставали новым человеком. То есть, чтобы вы не болели, ваши дети не болели, это первое, это самое минимум, зачем нам это нужно? Зачем это нужно телу Христа? Не болеть. Знаете, я восхищаюсь людьми, которые действительно не болеют сверхъестественно. Их немного, но есть такие люди, которые не по исповеданию, а реально не болеют. Я восхищаюсь людьми. Я не видел ни одного такого человека вживую, но люди, которых я уважаю, они рассказывали, и это, кстати, знаменитые, с мировым уровнем служители рассказывали, что они встречались с людьми, которым 400, 600, 800 и даже тысяча лет. Они до сих пор есть эти люди живые, то есть, они не приходили с небес, а они живут ещё, есть такие люди. Вот, вы скажете, а чего я их не вижу? Потому что они не живут в городе, они в горах, то есть, они отрезаны от людей, и у них есть своя миссия, которую они выполняют, и мы сами не знаем, это тайна, вот, почему они здесь и почему, и что они делают. Но, как рассказывала одна из служителей, которая лицом к лицу виделась, она говорит, что ей, то есть, этот человек сказал, это реформатор, который до сих пор живой, из реформатора, о котором мы читали книги, то он сказал, что я здесь выполняю роль ходатая, то есть, он стоит перед Богом и ходатайствует за народы, ходатайствует, то есть, он как в заслонье, знаете, как в проломе стоит стены и ходатайствует перед Богом, будучи святым человеком, ходатайствует за народы. Но это отдельная тема. То есть, сверхспособности тела нужны для того, чтобы вы выжили, чтобы вы выжили, когда будут сложности, когда вам нужно будет где-то скрыться, когда вас придут, чтобы схватить, чтобы вы могли пройти через стену и уйти от преследования, чтобы если надо, Бог вас мог переместить, как Филиппа, и вы могли послужить в другом городе. Это и есть сверхспособности тела. Знаете, мне нравится книга «Женщина из золота». Мы её переводим и мы хорошо вникает, да? И хорошо относимся к этой группе вообще. И мы ещё лично беседовали с Джеймсом Малонио, он нам ещё рассказывал тоже какие-то моменты, нюансы об этой группе. Но вот они, понимаете, когда у них дверь появлялась в стене, они её открывали, то они не в духе, а в физическом теле дети уходили в небесные сферы. Или какие-то люди, которые были в комнате, уходили через эти двери на небеса в теле. И там они неделю кто-то оставался, кто-то меньше. Приходили, приносили туда еду, какую-то одежду, что-то приносили с небесом, было позволено взять. Это всё было в теле. Поэтому наоборот, если ваше тело не сверхъестественное, если ваше тело, оно подвержено закону тления, закону греха, закону смерти, вот это беда. Вот это не должно быть. Так что по-библейски мы новое творение, в буквальном смысле этого слова, мы пересотворены. И теперь, как я сказал, многие ограничения могут уйти. И я знаю вопрос, вопрос, вопрос. Это большой вопрос, который всегда задают. Так почему же мы до сих пор не летаем? Так почему же мы до сих пор... Друзья, у меня есть два ответа. Первое. Тот, кто готов, тот это делает. То есть просто люди не готовы. Мышление у людей сегодня, если чудеса критикуются, такие как исцеление, это самый-самый низший, вернее, самый-самый простой уровень, который в Библии везде обозначен, что это от Бога. Если исцеление критикуются, если людей, которые сегодня несут такое служение, обзывают какими угодно словами и считают, что это демоническая сила. Если какие-то простые вещи сегодня подвергаются критике, то, ну как Бог может доверить незрелым людям вот эти сверхспособности? Это первое. А второе, это люди вообще в этой сфере не двигаются, не думают об этом, не молятся, не развиваются. Ну, вот кто не развивается в исцелении, я в этой гарантии, у вас будут маленькие проценты исцеления и маленькое познание всех способов исцеления. Если вы двигаетесь в этом, вы постоянно наращиваете, наращиваете этот потенциал и вы намного искуснее, чем другие. Вот так само сверхъестественные сферы. Если вы, для вас это будет сверх, какая-то страшилка, то, ну, вы никогда не разойдетесь в этой сфере. Но если вы будете тянуться в эту сферу, спрашивать Бога, уединяться, чтобы познать больше эту сферу, если вы будете изучать, если вы будете практиковать, вот так, кто-то вообще даже не молится о своем исцелении, да будет воля Божья, вот так. А кто-то практикует, даже органы призывают новые, чтобы появлялись и органы появляются. Кто-то просто даже не практикует это. И заканчивая мою мысль, вот, я отвечаю на вопрос о сверхпособностях тела, знаете, мы даже просто Библию невнимательно читаем. Библия же описывает, насколько тела человеческие имеют сверхпособности. Смотрите, Моисей зашел на гору 40 дней, 40 ночей, написано, не ел и не пил. Не пил. Вы слышите? Врачи утверждают, после трех суток человек умрет. Я, кстати, не рекомендую вам экспериментировать, не делайте. По своему далекому инициативе. Да. Но, смотрите, Моисей, он же был в теле, он же не в духе был, в теле, не ел, не пил 40 дней. Значит, тело имеет такую сверхспособность. Вспомните, Илья, пророк, он бежал быстрее к колеснице Ахава, когда на нем сошел Дух Святой. Извините, колесницы у Ахава это были не просто какие-то ишачки, это были царские рысаки. Она летела быстро. Он бежал быстрее к колеснице. И не просто бежал один километр, он бежал с того места, где было жертвоприношение с горы, с возвышенности до самого там борца или куда. Есть очень много сверхспособностей в телах людей. И мне рассказывали одно интересное свидетельство. Человек был на конференции людей, где собираются экстра сверхъестественные люди. Я лично с этим человеком говорил. Это чудо, которое он видел лично своими глазами. Так вот, когда они вошли в поклонение, молитву, что-то произошло. Одна женщина, щупленькая, маленькая, она весила примерно 50 килограмм, ну, согласно ее росту и виду. И вот она заново вошла в транс. Они думают, латный человек себе поклоняется, и все. Закончилось поклонение, пастор уже проповедует, а она стоит в одной позиции. Тогда они заподозрили что-то не то. И тогда они подошли к ней и потрогали ее. Она была теплая, она была живая, но она была как камень. И этот человек, который мне рассказывал, он говорит, я взял ее палец и хотел попробовать согнуть. Вот я подошел, ее палец не сгибался. Я потом подошел служитель и сказал, не вздумайте ломать пальцы. Ну-ка, пошутил. Он говорит, не надо, не трогайте ее. Слово, пытался согнуть палец. И потом пастор сказал положить ее, чтобы она не стояла. И подошло шесть мужчин. Шесть мужчин. Она была тяжелая, и он тоже был один из этих шестерых, которые я поднимал. Она весила килограмм 200-250. Ее тело было как камень. И они ее положили, и она была как кусок льда, но она была теплая. И так как стол был узкий, на который они ее положили, у нее одна часть тела лежала на столе, а другая свисала. И так ее пришлось держать. И она так несколько часов пробыла, и потом они видели, что руки начали двигаться, она играла как будто на арфе. Они не понимали, что происходит. Потом служение закончилось, конференция закончилась, уже прошло много часов. Ее просто пастор сказал отвезите в гостиницу. Ее отвезли в гостиницу. На следующий день она пришла на конференцию и рассказала, она там поклонялась Иисусу, она там играла на арфе, она плакала перед Ним, она присоединилась к небесному поклонению. То есть это было божественное переживание у человека. Но вдумайтесь, сверхспособность человеческое тело, ее тело стало как камень. Мы не знаем почему. Случай, который рассказывал человек, за которого молились наши служители, когда у него опухоль в шее была, и врачи хотели оперировать, но мы согласились, что операция не потребуется, произойдет чудо, что пусть его не будут разрезать. Зачем человеку здесь разрез такой. И врачи, когда дотронули скальпель, они могли разрезать кожу, она стала как камень. А они несколько раз пытались, сами врачи говорят, мы пытались несколько раз, и мы не смогли разрезать. И потом, когда привезли УЗИ-аппарат, приставили, опухоль исчезло, то есть ничего не было внутри. Бог так сделал чудо. Слава Господу за то, что он неординарно действует. Но смотрите, сверхспособность человеческого тела. Так что в Библии очень много истории сверхспособности и овощ в Ашреве кита в кислотах без воздуха. Он бы умер. Но послушайте, вот вам наше тело. Седрах Мисах Авдинара. Они в телах были физически и огонь неспалив их. Так что можно долго перечислять. Если Библию посмотреть в этом разрезе, мы очень сверхъестественные. Очень сверхъестественные. Да, да. даже без как сказать, мы почти в обычном состоянии, мы почти лишены, слава Божьей. Я имею в виду нормальное земное состояние. И тем не менее характеристики жизни и нашего тела самоочищаются, самоисцеляются. Степень этого исцеления в десятки раз различается, когда идёт сильное сверхъестественное прикосновение и наполнение жизнью и Божьими генами, Божьей славой нашего тела. И в обычном состоянии всё равно даже эти крохи славы дают людям, которые с грехами живут. Многие из них пьют, курят и так далее. Люди доживают до ста лет. Это просто удивительно. Вот здесь в Израиле горестные заголовки статей. К сожалению, не удалось спасти 98-летнюю нашу жительницу ушла в результате этого ковида. А так бы, знаете, хочется добавить, а так бы жить ей и жить. И это же прекрасно, что эта страна зиждется на том, что люди должны, могут жить больше, чем сто лет, если бы не вот эти напасти, которые приходят. Тем более мы, дети Божьи, которые призваны Богом, которые приняли в себя вот этот начаток сил будущего века, драгоценное. Кто-то из братьев написал, как мы относимся к психологии, к тому, что психосоматика и так далее. Здесь, я не знаю, пастор, у вас, наверное, есть на эту тему комментарии, но я хочу сказать, знаете, друзья, это Бог приглашает нас во взаимоотношение с собой. И это не просто заучивание каких-то трёх стихов или чего-то ещё, это исследование, это действительно духовное продвижение, в этом есть иногда духовное напряжение, в этом есть радость, в этом есть покой, это взаимоотношение, как взаимоотношение действительно между мужем и женой, между возлюбленными. Книга «Песнь песней» описывает как динамику этих отношений, как жених, зовёт невесту, она зовёт его, они узнают друг друга больше, жених уходит, невеста его не пускает, в общем, вот идёт эта динамика, они ищут друг друга, они узнают, они узнают, как они реагируют на это всё. Друзья, мы призваны, Бог ведёт нас в глубину, Бог ведёт нас к себе, зовёт нас, оторвите взгляд просто от поиска пищи, оторвите взгляд просто от разнообразия, не знаю, каких-то земных удовольствий, посмотрите на меня. И что мы тогда видим? Мы видим тогда сверхъестественный ответ для народов, для близких. Знаете, есть пути, Писание говорит, которые человеку кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Очень часто мы ищем каких-то прямых путей, но тот путь, который кажется кому-то неземной, какой-то отдалённый, какой-то нелогичный, он ведёт нас в жизнь. Именно об этом мы говорим, что, обретая Христа, оставив суетные какие-то дела, мы, фокусируясь на Нём, я слышу просто этот голос Божий, который зовёт, зовёт, зовёт в эту глубину, зовёт в Любовь, зовёт в Его Слово, зовёт в это общение. Психосоматика — это только маленькая крупица той истины, той мудрости, которую даёт Господь. Ведь Священное Писание, если посмотреть, апостолы писали, описывали события, которым они были свидетели три года, книга Деяний, там несколько лет описывается, в таких деталях, в такой сути, даже с откровением, что испытывали участники событий, не христиане, не апостолы и так далее. Почему это происходило? Потому что Дух Святой пронизывал участников этих событий. И способность апостолов слышать это послание, трансформировать его, она была невероятной. Они были чистыми, действительно, сосудами услышать, воспринять, передать. Представляете, такие объёмы информации, не только как знание, но как поток и переживаний, и чувств. Они испытывали и страх, и радость, и восторг, и они слышали мысли этих людей. Друзья, нас зовёт в это Господь, быть Его представителями здесь. И открываются тогда сверхъестественные возможности, то, о чём свидетельствует служение пастора Дмитрия, других братьев, благословенных сестёр, Церковь Божия, я верю, Господь готовит к этому времени. Потому что то, что делал пророк Елисей, там во всех библейских школах говорят, он был превозвестник благодати Нового Завета. В два раза больше он жаждал чудес, чем у пророка Илии. Кто из нас может похвастаться хотя бы частью этих чудес, но Бог заповедал, когда голод, когда люди страдают, чтобы умножалось масло, Бог заповедал, когда мы что-то теряем, чтобы работала Его сила восстанавливать это, Бог заповедал, чтобы яд превращался в благословение, чтобы горькая вода превращалась в благословение, Бог заповедал, чтобы мы могли защищать страны, города, правда, ведь он силами человека, который слышал Бога, была защищена страна, целая армия была дезориентирована, и Бог разоблачал через Божьего человека все планы государства, вы представляете, какого уровня это было общение и какого уровня откровения, аллилуйя, ведь благословенные пасторы говорят, что это не от Бога, читаю в комментариях, пастор, это, наверное, речь идет о психосоматике, да, я не знаю, я вот увидела, мы не следим за всеми комментариями, что именно не от Бога, потому что у нас, скорее всего, это, наверное, вот тот вопрос, наверное, потому что никто не будет спорить, что... Друзья, на самом деле психосоматика тоже может быть от Бога, важно, что Бог хочет сказать нам больше, я верю, это только один из элементов и важно понимать его через Любовь к Христа, и еще нужно понимать, что есть, конечно, общие, скажем, как бы статистические данные, например, там говорят, что общество стабильно, если 70% этого общества являются стабильными людьми определенного типа, определенного склада характера, но это не значит, что первый человек, которого мы возьмем из толпы, он будет именно таким, то есть есть вариации характеров каких-то и разнообразие, поэтому, что касается психосоматики, это будет работать в каком-то проценте большом, но не обязательно всегда додматически, поэтому нам нужно водительство Святого Духа, нам нужно понимание, но Бог хочет гораздо больше, чем просто устанавливать определенные связи, Бог хочет сверхъестественного исцеления, снаряжения глубже, больше, шире, чем мы себе представляем. Я тоже могу лепту свою кинуть в этом вопросе, мне нравится, как один человек когда-то сказал такую мысль, вернее, озвучил такую мысль, он сказал, что исцеление это чудо, а лечение врачами это милость Божья к людям, потому что врачи кого-то вылечили все-таки, поэтому думаю так, что если люди конечно не научились сверхъестественно получать что-то, для них как выход это хотя бы что-то делать, чтобы не умереть, потому что если наше тело уничтожено, все, мы прекратили свою функцию на земле и не исполнили свои планы в таком срезе, в таком контексте в принципе многие методы хороши, если они дают тебе жизнь, сохраняют тебе жизнь, ну не касаясь конечно оккультных вещей, демонических, вот, но я как учу обычно своих учеников и учу церковь, что если у нас есть что-то больше и совершеннее, тогда то, что менее совершенное само отпадает, то есть нет необходимости ковыряться в каком-то человеке, если сверхъестественно на него зашла сила и он говорит я у вас был на служении, все, теперь у меня все прошло, мне все хорошо, наконец-то я получил свободу и по факту отпадает всякое другое уже вмешательство и врачебное и на уровне психики какое угодно. Это, кстати, частый вопрос к нам звучит, почему у вас нет репцентра. Я говорю, что вы знаете, мы как-то понаблюдали, что у нас получается так, не знаем почему, но у нас так получается, люди приходят в зависимые и они на служении через действие Духа Святого получают чудо и не просто временное, а действительно они освобождаются от этих оков, от этой зависимости, освобождаются от этой привязанности, на уровне биохимии происходят какие-то перемены, и человек просто начинает жить нормальной жизнью. Я говорю, что и многие люди, они так же, они же избавились как от наркомании, от алкоголизма, как многие из вас избавились. Вы же тоже сверхъестественно многие избавились, пришли в церковь, упокаялись, и вас поп и отрезало, правда? Вам же не нужно было проходить какой-то процесс. Поэтому в этом есть необходимость, в основном для тех людей, которые не могут освободиться, не могут по-другому никак. А если сила Божья сходит, люди это получают, вот, главная проблема решена. И еще быстрыми способами, с меньшими затратами. Так что это то, что Виктория говорит, я с ней полностью согласен, вот, что на одном из эфиров это говорили, когда мы вместе были, что церковь, когда утратила сверхъестественное, она пытается заменить это в церкви при помощи каких угодно рычагов, методов и способов. Просто людям нужно помогать. Вот и помогать на уровне души, и физически, и как угодно. И мы не против помогать, но пусть сначала Бог потрудится, давайте Богу дадим возможность. Кто сравнится с Богом? Бог лучше решить всё. А мы уже подтянемся, мы уже будем содействовать, но не наоборот. А происходит чаще наоборот. Мы, как люди, всё, что угодно пытаемся сделать, помочь, а сила не действует. И потому помощь такая очень скудная получается. Аллилуйя. Там, кстати, интересный был вопрос, почему есть люди, которые выбирают колдовство демоническое, что их толкает на это и отвечает Эдсикан. Так же, как и христиан, их интересует сверхъестественное. Я помню, друзья, на самом деле, опять же, действительно, как лекарство и мир, он полностью заточен на то, чтобы естественным образом быть исцелён. Знаете, это неплохо, как сказал пастор Дмитрий, и в эфирах тоже озвучилась эта прекрасная мысль. Бог в своей милости даёт нам совершенное, если мы не можем его принять, у него есть план Б, скажем, достаточное. Но он, конечно, хочет, чтобы у нас была мудрость. Чем отличается сверхъестественное Божье от небожьего? Пастор, хочу вам адресовать этот вопрос. Кстати, это самый такой резонансный вопрос, потому что как раз это меняется всегда любому служителю, который двигается сверхъестественно. Ему говорят, что ты не боишься, что это демоническое, что ты не боишься, что это духи обольстителей, ты не боишься, что это какой-то обман. Вот как ты распознаёшь, вот как ты уверен, вот убедилась, что это от Бога. И у меня такой очень простой детский ответ. если мы посмотрим действительно объективно на ситуацию, то кому мы вообще молимся? Богу. На чьём слове мы стоим? На Божьем. Во имя кого мы делаем? Во имя Иисуса. Кому мы потом благодарность воздаём? Богу. Итак, почему это должен быть дьявол тогда? Это очень простой почему? Если следовать этой логике, ну а вдруг это дьявол? Но тогда если следовать этой логике, тогда можно всё, что у нас есть в христианстве подвергнуть сомнению. И проповедь, и возложение рук, и вообще любое служение, и даже прославление. даже человека, который стоит на сцене и поёт. Откуда ты знаешь, что ты это поёшь в Духе Святом? Да, 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 да. Откуда кто знает, что это в Духе Святом? Может это демоны? Это звучит смешно, да? Даже глупо звучит. Вот так самое по поводу сверхъестественного. То есть мы забываем действительно, и люди, которые клеймят, что это мы колдуны какие-то, мы духовные какие-то небожьи практики. Это было бы правда, если бы мы действовали как колдуны. Что они используют? Они используют магию, книги разные, чёрные, они используют заклинания, знаки зодиака, используют разные заговоры, вызывают духов, они зелья разные делают. Поэтому называть Божьих людей колдунами нельзя, потому что они используют Слово Божье, Дух Святой, имя Иисуса и проставляют за это Иисуса. И плод в их жизни показывает, что они не колдуны. Они ведут благочестивый образ жизни, через них проявляются дары Духа и плоды Духа. Самое главное. У них примерная семья, нормальная жизнь, у них хорошее имя, у них хорошая репутация, вокруг нет здравой люди, у них нет вредных привычек. почему это о дьяволе. Дьявол получается играет противоположную роль. А что вы думаете по поводу колдуны и ведьмы, есть в церкви или их нет? Ну, конечно, если они существуют вообще, они приходят в церковь подсмотреть, они приходят в церковь узнать секрет нашей силы. Я помню один раз, много было смешных случаев, но один мне запомнился хорошо. Я передом стою к аудитории и в конце зала хорошо вижу, как стоит человек и делает разные руками разные действия. Как какие-то шоу-линия колдует, посылает, бросает на сцену. Я смотрю, ребята из рукопорядка вдвоем раз-раз приближаются, приближаются. И потом потихонечку увели человека. То есть они приходят и один из них подошел ко мне и конкретно сказал, я такой-то человек, я маг, у меня огромная сила, из такого-то региона, я приехал узнать секрет силы. Он говорит, что меня сюда прислал мой хозяин. Они конкретно приезжают и они хотят дай мне слово, мне нужно выйти и сказать слово к народу. Я говорю, не дай мне тебе слово, я тут хозяин. я так не говорил, но я ему дал понять, что у нас это не по правилам, чтобы кто-то выходил и колдовал доме сцены. Потому что я хочу. Потому что я хочу. В общем, смешные истории. Они приходят в церковь, особенно это в Африке, развито, они приходят, чтобы подсмотреть, где мы черпаем силу, потому что у них развито духовное зрение и они видят, что у нас есть сила, они видят, что за нами стоят духовные силы, которые больше, чем у них, потому что они видят, что их чары ослабевают в нашем присутствии. А так как в этом мире шаманов, колдунов и всяких темных сил, они соперничают постоянно, у нас наоборот путь, у нас мы смиряемся, то есть у нас путь это только смирение, а у них путь соперничества, и потому они стараются все больше и больше найти источник силы. И вот они некоторые умудряются приходят в церковь, чтобы там что-то подчеркнуть. Ну они никак не реагируют и они себя странно ведут, а когда молитва освобождения они начинают какие-то читать заговоры, они начинают там угнеть что-то под нос, они боятся, чтобы короче они чувствуют, что сила начинает действовать и боятся, чтобы не потерять свою силу, чтобы с них эти демоны не вышли по-простому, они начинают что-то делать. Защищаться, да? Да, если вовремя схватить такого человека, вывести к сцене, начать молиться, то он получит освобождение, но они как правило сбегают из служения. Там замечательный вопрос, почему у них развито духовное зрение, а у нас нет? Я верю, друзья, что у нас есть духовное зрение, просто мы его действительно не развиваем. У них развито, потому что они этому посвящены. Вопрос это вызов к нам. Мы должны развивать духовное зрение с Духом Святым в поклонении Иисусу Христу, поклонение Отцу. Друзья, и Отец желает, чтобы его дети были снаряжены. И знаете, Писание, конечно, подсказывает вот эти прямые духовные стычки. Елима Волф, помните, был облечён полностью апостолом, который говорит, вижу тебя в вузах неправды и так далее, ослепни на время, и он был облечён, потому что Елима Волф контролировал губернатора острова, по-моему, правильно? Если я не ошибаюсь, вот именно этот момент о Снеге Деяний, но там есть несколько вот таких волхвов, которые стремились контролировать большие группы людей, которые распространяли своё плодовское влияние, и именно столкновение с людьми, которые знали Бога, действовали, были активированы в слышании Духа Святого, действии Духа Святого, в дарах Духа Святого, вот в славе Божьей происходило столкновение с полной победой во имя Иисуса Христа. Я вам хочу вот здесь в эфире озвучить, например, один из эпизодов духовного противостояния наших друзей, общины из Аждода, иудеи, ультрарелигиозные, которые противостоят их служению, организовали, ну, мало того, что они пикеты, такие гражданские, хулиганские выходки делают против церкви, они, оказывается, там, в их группе в фейсбуке они разместили объявление, что они супер, какое-то магическое заклинание, буквально на смерть, там, оно очень редкое, и оно очень опасное даже для тех, кто его, как бы, делает, потому что, если, как бы, не пробьется, не сработает, то оно может обернуться против тех, кто делает, поэтому они очень аккуратно к этому подходили, но в итоге они настолько ненавидели эту общину, что они высвободили это заклинание, а у общины это сработало в том, что от них стали отказываться финансовые партнеры, ни с того, ни с сего, вот, церковь не знала о том, что против них такие гонения были, потому что они пребывали в молитве, но они увидели падение такое очень сильное, это было, совпало с кризисом, и община вошла, не вся община, вот, группа лидеров посвященных людей в ежедневную молитву, друзья, с провозглашением Слова Божьего, обетований, с поклонением, это есть путь открыть наши глаза, уста, активироваться, ежедневно пребывали в Слове и в Духе, никаких, больше не делали они звонков, никакого сверхадминистрирования, люди стали обращаться во время кризиса к ним, предлагая партнерство, на 40% выросла поддержка и появились новые партнеры, это делает сверхъестественный Бог, они не садили никого на телефоны, они не просили новых каких-то там денег, контактов, чего-то еще, они пришли пред лицо Божье, я верю, что это вот у нас заканчивается за час, пастор благословенно согласился с нами провести еще время, поэтому мы сейчас перейдем, я хочу просто вас подкрепить вот в этом напоминании, которое мы используем в своей жизни, пастор посвященно на самом деле следит и всю общину приводит к здравому отношению к своему телу, чтобы все способности естественные и сверхъестественные были активированы в нас, пусть будет мудрость в нас, мудростью Бог устроял землю через Иисуса Христа, который есть премудрость Божья, творился этот мир, творились мы и по образу Божьему мы созданы, пусть в нас рождается Его подобие, возрождается Иисус Христос, чтобы мы были не просто похожи на Него, но вот эти свойства, сверхъестественная активированная природа Божья, она делает нас подобными Сыну Его, Господь, я благодарю Тебя, спасибо большое за служение, которое ревнует о Тебе, которое посвятили себя Тебе, идти в глубину Слова, Духа, Любви, в глубину веры, Господь, в силу веры, в твёрдость посвящения, Господь, мы молимся о том, чтобы наши глаза сердца, наши глаза Духа, наши глаза разуму, чтобы и сердцем, и разумом, и душой неожиданна. Спасибо за просмотр!